Человек, которому с недавних пор прочно прикрепилась характеристика неисправимый оптимист, художник Владимир Жак провел лекцию по истории краеведению в подъезде собственного дома. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Тяжбы за капитальный ремонт измотали душу творческого человека, и он решил, как сам говорит, назло всем нехорошим людям в корне изменить ситуацию с осыпающимися стенами. Так в мир уявился арт-подъезд Олова. И у него, как и у всего дома на прогонной 6, дома Лунда – уникальная судьба. Владимир изучил ее основательно и может теперь рассказывать другим. А схемы, чертежи и фотографии являются наглядным тому подтверждением. Под нами земли 6,5 метров земли до скалы. Два метра культурного слоя, два с половиной метра культурного слоя. Потом идет глина 3 метра, 50 сантиметров крошенного гранита и сама скала твердая. Это все так спускается к заливу. Если бы там не крепостная стена, вот здесь, которая стояла, дом бы просто съехал. По этой скале туда вот так вот, тихонечко. Владимир прошел по прогонной улице вместе с ребятами из 18 в 21 век. От монахов-францисканцев через войны и советские времена к сегодняшнему дню. И в каждой эпохе он находил людей, которые проживали в доме номер 6. Художник уверен – историю делают личности. И находя вокруг себя интересных людей, ты сам становишься интереснее. Мой посыл именно к детям. Вот они живут в городе Выборге. Это четвертое поколение людей, которые пришли сюда после войны. Есть люди, которые делают историю, именно сейчас живут, они делают историю города. И чтобы они как бы в людях, в их делах находились для себя что-то интересное. Я по себе знаю яркие вспоминания именно о людях, которые жили рядом с тобой, они надолго остаются в памяти. И это, в принципе, воспоминая о тех людях, что они делали, всегда больше остается доброго. И это как-то стимулирует дальнейшее продвижение в жизни, интересы, поиски именно молодых людей в среднем возрасте. Это все откладывать, и оно как батарейка какая-то дает подпитку. Больше часа, проведенные в узком подъезде, пролетели незаметно. И юным краеведам из первой школы совсем не хотелось уходить. Очень интересно. Если ты живешь в городе, ты должен знать его историю. Очень интересно посещать и рассматривать все, что делают люди. И очень интересно слушать их мнения. Мне кажется, что эти уроки краеведения и истории лучше всего как раз таки проводить в таких домах. Ну, лучше, чем школьная обстановка. Можно как-то развеяться, нам интереснее послушать тех, кто это делал, нежели прочитал это. И вот чем больше таких уроков будет, тем, как говорится, лучше будем знать историю своего города. Сам художник тоже остался вполне доволен первым общением. Несколько девчонок и несколько мальчишек, они стояли за выраженными глазами, слушали историю. Хотя история-то, она такая так себе вроде незаметная. Ну, кому нужна история одного дома? Кирпичи, стены, крыша. И ничего такого приметного, масштабного здесь не видно и не слышно. А они вот слушали, мне как-то вот даже взбодрил этот интерес детский. Владимир намерен продолжать и развивать свой проект. Кроме экскурсий для школьников и студентов, он хочет устраивать творческие вечера. Например, пригласить бардов. Акустика старого финского подъезда вполне подходит для душевных песен и гитарных переборов. Кстати, соседи совсем не против. Наталья Березовская, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город». Спасибо. Спасибо.